Продолжение следует... Но записать мы это все, дорогие друзья, не смогли. Это все находится под грифом для служебного пользования. Но все-таки кое-что мне удалось уговорить заснять. Итак, нам только что было продемонстрировано число от единицы по возрастающей до нуля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все десять цифр, которые мы знаем. Да. И Александр Александрович показывает, каким образом в уме произвести вычисление корень... Десятой степени. Десятой степени. Потом, значит, корень десятой степени и цифр наоборот. А в принципе, сейчас мы можем попросить любого желающего произнести цифры в произвольной форме, да? Да. И вы покажете механизм устного счета почти так. Почти так. Как вот? Правильно ли я сформулировал все? Почему почти так? Потому что я, к удивлению большинства людей, помню всю таблицу логарифмов до четвертого знака любого числа. А чтобы извлечь корень десятой степени, логарифм корня десятой степени – это одна десятая от логарифма подкоренного выражения. Поделить на десять – это просто запятую передвинуть, так? То есть, надо, конечно, помнить таблицу логарифмов. Тем не менее, вот на оставшемся месте, в большем масштабе, я сейчас на глазах изумленной публики, покажу несколько методов очень быстрого, а самое главное – правильного устного счета. Ладно, быстрого. Главное – правильное. Так. Итак, к примеру, как быстро в уме, ну что значит, на сколько быстро, ну секунды четыре с половиной, максимум пять, перемножить два абсолютно разных числа, близких к ста. Ну, допустим, там, девяносто шесть умножить на восемьдесят девять. Вы, конечно, замучитесь считать это в уме, это будет достаточно долго, да? Я вам сейчас напишу ответ верный, восемьдесят пять. Это правильный ответ, полученный за две секунды. А сейчас, в течение секунд пятнадцати, я покажу вам алгоритм, как я это делаю. Число девяносто. Афоризмы и анекдоты. Это гвездитная карточка остроугня. Так, и продолжаем. Вот с насчет, нас там уже ждут? Им уходить надо? Нет. Значит, я сейчас покажу секунд за пятнадцать двадцать, как я это делаю. Что такое число девяносто шесть? Всем понятно, это сто минус четыре. Да. То есть число девяносто шесть не достает до ста четыре. Да. Число восемьдесят девять, это сто минус одиннадцать. Верно. Правильно, да? Абсолютно. Этому числу не достает до ста одиннадцать. Да. Весь ответ состоит из четырех цифр. Чтобы получить первые две цифры, я буду сейчас медленно говорить, чтобы быть правильно понятым с первого раза. Надо от одного числа первичного, ну, допустим, от девяносто шесть, вычесть недостаток до ста второго. Это девяносто шесть минус одиннадцать будет восемьдесят пять. Или наоборот, от этого числа второго, исходного, вычесть недостаток до ста первого, тоже будет восемьдесят пять. А чтобы получить две последние цифры, надо просто перемножить недостатки до ста этих чисел. А почему в школе этому не учатся? Потому что учителя не то, что не умеют делать, это очень заклиненные люди, которые слишком высокого мнения о себе. Они не воспринимают ничего нового. Чем старше учитель, тем более ранними, а поэтому древними знаниями он, к сожалению, пользуется. Дорогие друзья, феноменально. Я думаю, что и большинство опытов, точнее не опытов, а большинство фокусов, которые показываются в цирке, либо еще что-то, они имеют такую же природу, в принципе, такие же алгоритмы. Если детей этому обучать в детских садах, каких же гениев мы получим? Да, что-то в наших головах министерских не так, дорогие друзья, происходит. Но почему мы должны приехать в Одессу, чтобы увидеть такие элементарные простые вещи, а наши академики считают, что это не важно? Дорогие друзья, я вот, Ярослав Старухин, считаю, что это очень важно. Павел, а вы как считаете? Поддерживаю. Вы видели раньше такой метод преподавания и донесения информации? Нет. Интересно? Конечно. Дорогие друзья, ну вот как бы непредвзятый опрос пользователя вокруг говорит, что ничего сверхординарного в словах господина Кондрашова нету ничего абсолютно. Наоборот, все как-то так очень просто и понятно. Но разве не это ли естественная методика для обучения детишек наших? Покажите. Вот у меня есть порядка тысячи таких простых вопросов, чтобы ответить на любой вопрос или решить любую задачу. В общем-то, в принципе, не надо иметь никаких знаний, лучше всего даже не ходить в школу. Зато надо уметь думать. Ну вот, к примеру, есть число 1888. Как разделить это число на две одинаковые части так, чтобы в каждой части было ровно тысяча? Показываю на глазах изумленной публики. Вверху тысяча и внизу тысяча. Как вы думаете, леди и джентльмены, почему белые медведи не едят пингвинов? Показываю. Белые медведи живут на северном полюсе, а пингвины на южном. Так, они миллионы лет даже не видели друг друга. Вот чем хороший Александр Александрович в методике донесения информации, что это в игровом варианте, дорогие друзья, с юмором, шуткой и прибауткой. Чего как бы и не хватает нашей системе образования. Еще одно, ну не последнее, а достаточно такое. Есть треугольник прямоугольный, в который с трудом вписана окружность. Понятно, да? Да. Так, радиус окружности 5. Длина гипотенузы 20. Найти периметр 5 секунд, можно месяц, кто как хочет. Показываю как. Вот эта часть касательной в точности равна этой. Правильно ли, да? Первое. Второе. Эта часть гипотенузы в точности равна этой части катетов. То есть вот этот кусочек плюс этот кусочек, это целая гипотенуза. То есть тоже 20, да? И таким образом от этой точки до этой, первые 20 плюс еще одни 20, это уже 40, да? Этот радиус 5 и этот радиус 5. То есть периметр равен 50. Для школы, значит, именно так и надо учить. Надо задачи не выдумывать после бутылки, надо брать их из окружающей жизни. Причем те задачи, которые помогут людям, сейчас детям, а потом родственным людям, лучше ориентироваться в жизни. К примеру, любые часы стрелочные можно использовать днем как компас. Объясните, то есть покажите как и объясните почему. Вот любые стрелочные часы вполне можно использовать как компас. После двухсекундной паузы я объясню как. Солнце встает на востоке, проходит через юг и садится на западе. При этом оно проходит по небу угол в 180 градусов. За тот самый день, меньшая по размеру часовая стрелка делает ровно один оборот. То есть проходит сколько градусов? 360, в два раза больше, да? Первый вывод. Часовая стрелка движется вдвое быстрее, чем солнце по небу. Логично. И если в любой точный час, в 6 часов, в 8, в 3 часа и так далее, направить часовую стрелку на солнце, то биссектриса между часовой и минутной стрелкой покажет нам точный юг. Да, логично. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот таких тысячи есть. А что такое, на ваш взгляд, число Пи? Его с каждым годом вычисляют все с большей и большей точностью, и конца и края этому нет. Отличный вопрос. Очень хороший вопрос. Ответ будет еще лучше. Число Пи, это во всех науках землян, единственное число, которым описывается природа. Все остальные выдуманы. Природе не свойственна ни десятичная, ни шестнадцатеричная, ни двоичная система счисления и так далее. Число Пи, к счастью, вынуждено входит в описание численных значений большинства констант нашего мира. Это и диэлектрическая проницаемость эпсилона нулевое. Это и магнитная константа мю нулевое. Это и отношение длины оружности к диаметру и так далее, и так далее. И то, что нам кажется числом с бесконечным количеством цифр, мы их называем иррациональными. То есть, нерациональными. Это единственное число, которое природе, в отличие от нас, всемирному разуму, кажется полностью рациональным. Точка. Точка. Так, ну что мы с записи делаем? А с записи? Так вы ж только что нажали стоп? Нет. Ага. Ну, значит, учитывая, что у нас еще завтра не менее солнечный день, давайте мы выполним наши обещания и таки подъедем в лабораторию. Если вы не против. Я понимаю, что вы сильные люди, но надеюсь, что у вас нет сил отказать. Нет сил отказать. Итак, дорогие друзья, в ближайшее время мы выдвинемся в лабораторию, а вы продолжайте смотреть прямую хронику из Одессы. Продолжение следует.